Славцы Господа Каролин, и почему она всегда должна быть права? Потому что она такая же женщина, как и я. Ее дар – помочь вам осознать связь между вашим мышлением и вашим силом. Самая мощная сила во Вселенной после Бога – это ваша способность мыслить и выбирать. Бог дал нам такую возможность. Более 20 лет она изучает науку мыслей и раскрывает тайны мозга. Слыша слово «стресс», многие люди представляют себе что-то плохое, но первая стадия стресса – это наоборот. Хорошо. У вашего мозга огромный, нераскрытый потенциал. Сигнал, который меняет наш мозг, – это наш разум. То, что мы думаем, меняет наш мозг. Освободитесь от ограничений мышления. Найдите данный Богом дар. Когда в вашем мозге нейрохимический хаос, вы чувствуете себя как в тумане. Она открывает связь между наукой о мозге и вашими эмоциями и вашим интеллектом. Стресс – это просто реакция тела на вторжение извне. Что это за вторжение? Это ядовитые мысли. Теперь в своей собственной программе она покажет, как контролировать свои мысли. Добро пожаловать на программу «Включите свой мозг» с доктором Кэролайн Лив. Вы знали, что стресс бывает хороший и плохой? Любой стресс представляет собой реакцию вашего тела на то, как вы мыслите. Когда вы в состоянии позитивного стресса, а это первая стадия, ваши нейроны выстраиваются в ряд, и все протекает так, как должно. Вторая и третья стадии считаются негативным стрессом. Наше тело переживает состояние негативного стресса тогда, когда вы выстраиваете ядовитые мысли. Представьте себе двери и окна вашего дома. Предположим, прошел торнадо, и все двери и окна вашего дома сорваны. Дом тоже почти разваливается. Вокруг сплошной хаос. Примерно то же происходит с вами на второй и третьей стадии стресса. У клеток вашего тела тоже есть двери и окна. Каждая ядовитая мысль, которую мы держим при себе, увеличивает риск болезней. Делая плохой выбор, вы подвергаете себя негативному стрессу. Сердце бьется чаще, а каждая клетка вашего тела перестает работать как должно. Вы чувствуете нехватку покоя в своем теле. Вторая и третья стадии стресса похожи на сигнал «очнись». Ты принимаешь плохое решение, у тебя есть ядовитая мысль, и тебе нужно с ней разобраться. Нужно помнить, что делая плохой выбор, мы подвергаем свое тело интоксикации. Наука обнаружила, что 75-98% нынешних психических, физических и поведенческих заболеваний вызваны нашими мыслями. У стресса есть три стадии. Но сначала я скажу, что, слыша слово «стресс», люди сразу же думают о чем-то плохом. Однако первая стадия стресса — это хорошо, это нормально. Она сопровождает нас весь день, чтобы мы были активны, собраны, могли сохранять воспоминания, фокусировать свое внимание и тому подобное. Это естественный режим работы мозга, который помогает нам действовать в нашей жизни. Если я могу сосредоточиться и укрепить сущность того, кто я есть, а сущность того, кто я есть, — это мои отношения с Богом, это помогает мне сохранять покой. Энн Грэхом Лоттс Делая неправильный выбор, мы обрушиваем весь естественный цикл стресса. Мы переворачиваем весь естественный обмен веществ. Весь баланс становится дисбалансом из-за нашего мышления. Поэтому хороший стресс становится плохим стрессом. Начинается вторая стадия стресса — нейрохимический хаос. Пока мы думаем и обрабатываем информацию, в нас действует около 30 нейропередатчиков и около 1400 химических реакций. Все это происходит, пока мы просто живем. И если же мы на второй стадии стресса, вызванной плохими решениями и ядовитыми мыслями, которые мы физически выстраиваем в своем мозгу, тогда мы вызываем нейрохимический хаос и нарушаем ход этой 1400 химических реакций и 30 нейропередатчиков. Такова вторая стадия стресса. Третья стадия наступает, если мы остаемся на второй стадии долгое время. Мы удерживаем плохие привычки, храним ядовитые мысли. Мы не двигаемся дальше, а держим все это в своем подсознании. Если хранить все это слишком долго, повреждение только увеличивается. Мы переходим в стадию третьего стресса. Это очень серьезно, и врачи называют ее про себя зоной смерти. Ваше тело не только для того, чтобы быть красивыми. Да, вы в теле, чтобы жить в этом мире, но оно необходимо вам для того, чтобы осознавать, когда ваш разум выходит за рамки, когда ваш дух теряет связь с Духом Святым. Ведь вы переживаете все это. Когда вы собираетесь принять плохое решение, происходит вот что. Бум-бум-бум! Взрыв адреналина, и вы ощущаете полное отсутствие покоя. Ваше тело — это ваш физический будильник, показывающий, когда ваша душа и дух теряют связь со Святым Духом. Откуда берется стресс? Стресс — это просто реакция тела на вторжение извне. Что это за вторжение извне? Это ядовитые мысли, переживания. Дадут ли зарплату, успеете ли вы все оплатить? Переживания за здоровье, за ситуацию в вашей жизни. Волнение — это и есть ядовитая мысль, которая становится целым деревом, с ветками и листьями. Это целая Вселенная в мозгу. Чем больше мы думаем о чем-то, тем больше оно вырастает, и тем больше воспаления. Ваше тело отвергает его. В вашем теле не задумано подобное. Поэтому и тело впадает в состояние настоящего стресса. Ваш разум одной ногой стоит в двери тела, а другой — в двери духа. Когда мое мышление хаотично и спутано, я выращиваю это физически в своем мозгу и в своем теле. Каждое вещество, каждый цикл, каждая частица в моем теле переходит в негативное, токсическое состояние. Мое тело становится уязвимым для болезней. 75-98% современных психических и физических болезней, рак, диабет и многие другие вызваны мыслительной деятельностью. Секреты мозга раскрыты. Ваш выбор или ваша реакция определяет, поможет ли вам стресс или разрушит вас. У каждой клеточки нашего тела есть что-то вроде маленькой двери. Это похоже на то, как у каждого здания или дома есть окна и двери. Эти двери сделаны для того, чтобы открываться и закрываться, запускать или выпускать людей. Окна открываются для проветривания. Так они функционируют. То же самое с телом. У каждой клетки есть рецепторы для строго определенной цели. У каждой клетки есть множество рецепторов, множество дверей и окон. Каждая из них запускает определенные вещества или определенные субстанции в определенных количествах. Это называется специфичность клетки. Когда что-то идет не так, как надо, когда вы на первой стадии стресса, а это хорошая стадия, когда вы правильно мыслите и принимаете правильные решения, когда вы все делаете так, как задумано, тогда рецепторы работают правильно. Двери клеток открываются и закрываются, вещества входят и выходят, все хорошо. Но в тот момент, когда мы мыслим, выбираем и принимаем токсичные решения, когда вступаем на путь неправильного мышления, отличного от того, как им оно задумано природой, это приводит к нейрохимическому хаосу в теле. В нашем теле начинается нейрохимический и электролитический хаос. От этого двери просто срывают с петель. Это самый простой способ объяснить происходящее. Масштаб разрушений таков, что все окна разбиваются. Теперь у клеток нет никакой защиты от того, что несет в себе кровь, будь то химические вещества ваших духов или съеденной вами еды. Неправильный баланс электрических сигналов от токсичной реакции, все это становится реальностью в вашем кровяном потоке. Все это поступает в клетку, в самую сердцевину, а это ДНК и влияет на производительность генов и образ строения мыслей. От разума к телу Что-то случилось со мной 9 лет назад. Мой муж считал, что жена пастора должна быть на сцене, должна учить и проповедовать. Но я была готова только поддерживать его на первом ряду. Я не была учителем или проповедником. Я слишком нервничаю, чтобы делать это. Однажды он попросил меня заменить его, пока его не было в городе. За ночь до этого я в слезах позвонила ему и умоляла его, говоря, что не смогу это сделать. Я была переполнена страхом. Я была в таком стрессе. Я просыпалась каждые несколько часов и не могла больше заснуть. Я была христианкой, я была женой пастора. Однако я была в такой темноте. Врач сказал, что у меня похожа настоящая депрессия. Мое тело настигли различные болезни и состояния, включая хронические хрипы, тиреоидит хошимото, заболевания щитовидной железы, камни в желчном пузыре, опухоли в матке, синдром хронической усталости, приступы паники, которые происходили со мной на людях, когда я была в церкви. Я была в таком хаосе, что мне пришлось взять перерыв от своей жизни примерно на три месяца. И в течение месяца я плакала каждый день. Я была в отчаянии. Я думала, что у меня какие-то физические проблемы. Я думала, что это просто атаки. И я воззвала к Богу. И через шесть недель спокойствия, слушания и фокусирования на своем внутреннем человеке три дня в день по десять-пять минут я начала ощущать радость, которую никогда прежней не знала. Я начала ощущать мир и спокойствие. Я начала дышать. Начала чувствовать себя счастливой. Однажды, через шесть недель такого опыта, перед тем, как лечь спать, я ощутила тепло, начинавшееся с макушки моей головы. Физическое тепло окутывало мое тело и спустилось к талии. Я заснула. В ту ночь я проспала шесть часов, не просыпаясь. Меня осенило, что я, скорее всего, пережила исцеление. Это случилось девять лет назад. Я больше не принимаю ни одного лекарства. И с тех пор я полностью исцелена. Я благодарю Бога за это. Потрясающе, аминь, все как надо. Со мной произошло вот что. Моя жизнь полностью изменилась. Ваша история так похожа на то, через что проходят многие люди. И я могу объяснить все, через что вы проходили с точки зрения науки. Бог сотворил науку, как еще один способ видеть его славу и еще один способ понять, через что мы проходим. Мы все знаем о духе, душе и теле. Вы пережили физическую болезнь, но все началось с вашего разума. Ваш дух — это настоящее вы. Это та, кем вы были сотворены. Ваша душа — это ваш интеллект, воля и эмоции. Ваша душа — это сфера вашего разума. А ваше физическое тело является домом для души и духа. Ваш мозг — это часть вашего физического тела. Все задумано так, чтобы Святой Дух направлял ваш дух в вашу душу и направлял ваше тело. Так что дух и душа управляют телом. Знаете, ведь сначала я попробовала все остальное. Я принимала 11 разных лекарств, прочитала 40 различных книг, потому что не знала, что моя проблема как-то связана с моим разумом. 45 миллиардов долларов индустрии самопомощи ни к чему не приводят. Причина в том, что они пытаются справиться без Бога, не связываясь с божественным началом. Ключевое слово в вашем рассказе — вы выбрали в их соединении с Богом. Врачи сказали, что мои болезни неизлечимы. Вот почему я отчаянно обратилась к Богу. Когда я больше не смогла ничего сделать, я обратилась к Нему. Даже отчаяние рождается в разуме. Вы мыслите, и мысли контролируют обстоятельства. Разум контролирует обстоятельства. Ваши мысли меняют структуру вашего мозга и вашего тела. Дух Святой сеет. В ваш дух правильные вещи. Но только своим разумом вы сможете это осознать и понять то, что Дух знает. Мы понимаем, что вы прошли, через это проходила и я, и многие люди в этом мире. Оказавшись в таком положении, мы вполне можем цитировать Писание, но наш разум не до конца верит, что это правда, что мы и правда имеем отношение к этим сокровищам. Ученые называют такое состояние когнитивный диссонанс или ложь. Давайте немного поговорим о лжи и о науке, которая стоит за ложью, потому что науку можно найти где угодно. Итак, вы получаете информацию из внешних источников во внутренней части вашего разума путем работы пяти ваших чувств. Ваши пять чувств — это точка соприкосновения вашего внешнего мира и внутреннего мира вашего разума. Сигналы поступают в ваш мозг в виде электромагнитных импульсов и волн или света, или другими фантастическими путями. Они двигаются сквозь сотни структур вашего мозга. Таков Божий дизайн. Ваш мозг был создан, чтобы служить вам. Итак, вот жизнь, события и обстоятельства жизни. Вы варитесь в них, и тут приходит враг и искажает эти события и обстоятельства, он лжет вам. Ты больна, тебе нужно лекарство, ты умираешь. Врачи говорят, что это неизлечимо. Все что угодно. А вы воспринимаете это как сигналы, хотя это ложь. Когда я говорю, вы можете измерить мои слова. Итак, эти слова поступают в ваш мозг, а вы обрабатываете эту информацию и начинаете думать о ней в своем разуме. Пока вы думаете, вы стимулируете свой мозг работать. Звучит сложно, но суть в том, что ваш мозг физически реагирует на ваши мысли. Мысль — это электромагнитная волна, но это образное сравнение, потому что это и весьма духовное понятие. В физическом мире мысль можно представить как электромагнитную волну, которая является сигналом к тому, чтобы мозг начал вырабатывать белки. Это и есть генетическая экспрессия. Эти протеины группируются в маленькие ветви и сохраняют информацию, которую вы узнаете. Внешняя информация становится физической реальностью внутри вас, поэтому у вас всегда есть выбор. Второзаконие 30.19 говорит, «Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие — избери жизнь». Своим разумом вам нужно выбрать, соответствовать ли вам истине Божьей и вступить ли в его благодать. Сигнал, который меняет ваш мозг, — это ваш разум. Но о чем вы думаете меняет ваш мозг? Ваш мозг контролирует ваше тело. Ваш мозг либо получает негативный сигнал, либо позитивный. Ложь врага не имеет никакой сущности, пока вы ее не примете и не сделаете физической материей внутри себя. О чем бы вы ни думали, это проявится в поступках и словах. Все, что вы говорите и делаете, это не просто случайные, несвязанные события. Дженнифер, все, что вы говорите и делаете, родилось из мысли внутри вашего мозга. Вы же не можете говорить из ниоткуда. Вы не можете действовать из ниоткуда. Все происходит из какого-то источника. Должен быть какой-то корень. Ваши мысли — это источник. Каковы помыслы в сердце человека, таков и он. Поэтому враг хочет насадить в вашу голову то, что заставит вас заболеть. Мысль, которая исказит все. Он приходит со своей ложью, вы обдумываете эту ложь, она становится физической реальностью в вашей голове, становится частью вашего устройства, буквально. А потом вы действуете, исходя из своего устройства. Но это не вы. Это тот, кем вы стали. А если вы таким стали, значит, можно стать и другим. Что-то можно настроить, а значит, можно и перенастроить. Именно это вы и сделали. Вы приняли решение воссоединиться с Богом духовно. И пришло исцеление вашего тела. Дорогая доктор Лив. Дорогая доктор Лив. Ваша книга «Кто? Выключил мой мозг» стала благословением от Ава Отца. Для меня я страдала от аутоиммунного заболевания 47 лет. Спасибо, что показали единственный истинный способ остановить этот разрушительный круг. Было чудесно вновь обрести надежду. Спасибо, что благословляете других информацией, которая спасает жизни мирно. Тренировка для мозга. Какая точка находится в центре круга? Та, что слева, или та, что справа? Скажите, какая? Посмотрите на них внимательно. Мы скоро вернемся с правильным ответом. Далеко не уходите. Люди говорят о гормонах стресса, но никаких гормонов стресса в вашем теле нет. Есть гормоны в неправильных количествах. Кортизол называют гормоном стресса, но без кортизола вы вообще умрете. Когда он поступает в неправильных количествах, это разрушает. Когда поступает в правильном количестве, это невероятно. Другими словами, все внутри вашего мозга и вашего тела создано в совершенстве. Но делая плохой выбор, мы нарушаем естественный ритм работы нашего мозга и физического тела. Наша душа сбивает естественный ритм работы тела. Нарушение ритма работы тела проявляется как депрессия, беспокойство, волнение, болезнь. Нам приходится принимать лекарства. Научные исследования показали, что прием антидепрессантов превратит легкую депрессию в тяжелую депрессию. Антидепрессанты не действуют. Вам лгали. Но если вы принимаете их, не бросайте сразу. Вам нужно посоветоваться с доктором, составить план здорового питания и природных добавок. Вот тогда это сработает. Но дело не только в добавках и еде. Все начинается с разума. Если вы не разберетесь с разумом, депрессия вернется, потому что она возникает из-за корня, а корень кроется в негативном токсическом мышлении. Оно приносит плоды в виде депрессии, волнения, болезней, страха, неправильно функционирующего тела, свихнувшегося разума, недоразвитого духа. Все это разъединяет нас с Богом и делает нас сиротами. Неверующие, видя таких христиан, не захотят быть такими же. Не стоит быть такими христианами. И так нам нужно принять решение усвоить эту информацию. Если ваш разум в хаосе, он работает в токсичном режиме, в режиме ядовитой веры, ядовитой любви, ядовитых прикосновений, ядовитых мыслей, ядовитых эмоций. Когда ваш разум фокусируется на неправильных вещах, это приводит к хаосу в вашей душе, а она помешает вам слышать голос духа. О чем бы вы ни думали, это проявится в ваших поступках и словах. Все, что вы говорите и делаете, это не просто случайные, не связанные события. Все, что вы говорите и делаете, родилось из мысли изнутри вашего мозга. А эти мысли родились из прошлого, из переждого, из вашего опыта. Все происходит из какого-то источника. Должен быть какой-то корень. Ваши мысли — это источник. Почему я в стрессе? Когда мы переходим во вторую или третью стадию стресса, тогда мы искажаем истину, принимаем неправильные решения, мы выбираем волнение вместо доверия Богу и веры, что Он покроет каждую нужду. Что бы ни случилось, Писание говорит, что Бог не оставит и не покинет. У вас есть выбор. Итак, у вас есть ваше ядовитое дерево, вы переживаете о том, что происходит в вашей компании, думаете, что вас уволят, и у вас не будет денег, или случится еще что-нибудь. Что бы это ни было, вы верите в это. Евреям 11.1 говорит, что вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это именно то, чего вы ждете. Это и произойдет. Вы еще не увидели увольнение, но уже представили себе это, и из ваших мыслей уже вырастает огромное дерево. Вместо этого у вас могло бы быть зеленое дерево, которое вы могли бы посадить. А может быть, вы уже посадили это здоровое зеленое дерево мыслями «Мой Бог» покроет мои нужды. Не страшись и не бойся. Какое бы посеянное слово вы не выбрали, какой бы стих из Писания вы не выбрали, размышляйте над ним и думайте о нем, и вы вырастите его физически в своем мозге, чтобы оно доминировало. Нам нужно сделать выбор. Эта ситуация вынуждает меня бояться, но у меня есть возможность обратиться к Божьему Слову, размышлять над Писанием и вырастить еще большее здоровое дерево. «Большое дерево всегда вытеснит ядовитое дерево. О чем больше думаете, то и вырастет. Но в здоровом больше силы. Нам дан дух силы любви и здравого рассудка. Насаждаемое слово спасет вашу душу. Это Иакова 1.21. Когда вы оказываетесь в негативном, ядовитом состоянии, обращайтесь к Слову Божьему, верьте в Него, размышляйте над Писанием и выращивайте в себе здоровые мысли. Фокусируйтесь на правильном решении вместо мыслей о проблеме. Тренировка для мозга. Итак, что вы думаете, какая точка находится в середине? Та, что слева или та, что справа? Я дам вам еще несколько секунд. Посмотрите. Итак, время вышло. Это та, что слева. Тренировка для мозга Тысячи исследований показали, насколько физическое сердце связано с мозгом. Сердце содержит в себе множество маленьких мозгов. В нем сокрыто около 40 тысяч нервных клеток. Это множество маленьких мозгов соединено с вашим мозгом. Когда вы перевариваете события и обстоятельства жизни, когда вы реагируете на события и обстоятельства жизни, когда вы просто наблюдаете за внешним событием и обстоятельством, когда вы обдумываете эти события и обстоятельства, принимаете решения, вы всегда принимаете решения. Вы так созданы. Мысли приводят к выбору. Наше мышление вводит наше тело в состояние негативного стресса. Это вторая и третья стадия стресса. Наше тело пытается противостоять этим вещам, из-за чего увеличивается риск болезни. Ученые связывают страшные болезни, такие, как сердечные болезни, рак и многие другие с тем, как мы мыслим. Первым делом вы думаете, «Боже мой, зачем я это сделал? Что теперь делать? Почему, что и когда и почему они не сделали? Надо отступать. А если я буду все время отступать, я упаду?» Вы не можете бесконечно копаться в себе. Бог так милостив. Он так сильно вас любит. Он знал, что мы будем принимать плохие решения, поэтому он создал в нас столько систем защиты. Оставьте прошлое позади. Что нужно сделать с грехом? Признать, исповедовать его и покаяться. Мы все это знаем. Сделав это, вы вернете хорошие настройки. Встаньте и покажите взрослые отношения. Нам пора вырасти, пора перестать хныкать. О, бедный я, бедный. Опять это все из-за мамы. Она кормила слишком долго и тому подобное. Мы всегда обвиняем кого-то. Дорогая доктор Лив. Дорогая доктор Лив, я лично хочу сказать вам спасибо. Большое спасибо. В прошлом году я попал в большую аварию. После нее два месяца лежал в коме. Мне пришлось заново учиться всему. Под словом всему я имею в виду всему. Одним из моментов, что я помню после того, как очнулся от комы, моя жена читала мне вашу книгу «Кто выключил мой мозг?» Это очень помогло мне переключиться с вопроса «Почему я?» на вопрос каких действий хочет от меня Бог, пока я здесь. Еще раз спасибо вам большое. Андре. Мы идем по Виа Долороса. Где проходил Иисус? Это невероятно оживленное место и при том очень напряженное, потому что вокруг всегда люди, суета, шум и оживление. Иногда мы чувствуем себя так же, когда ваш мозг наполнен разными мыслями и вы не можете их упорядочить, не можете пленить их послушание Иисусу Христу. Все это приводит к нейрохимическому хаосу внутри вашего мозга. Во время такого хаоса вы чувствуете себя не лучшим образом. Вы чувствуете себя как в тумане, а ваш разум строит разные ядовитые мысли, которые внушают вам несостоятельность. Это реальность, все так и происходит. Гормоны сходят с ума, клетки сходят с ума, происходит все то, что приводит вас в состояние сильного стресса. Стресс — это реакция вашего тела на мысли, на нейрохимический хаос, на суету наших мыслей. Стресс — результат токсичных мыслей, который приводит к болезням внутри нашего тела, болезням нашего разума и влияет на наше духовное развитие. Но вы можете все изменить. Вы не созданы для стресса, вы созданы как нейропластический хирург. Вы можете преодолеть стресс. Вам необязательно жить в хаосе. Средний человек обдумывает 30 тысяч мыслей в день. Вы готовы взять их под контроль и включить свой мозг? Меняющие жизнь книги доктора Лив покажут вам пятиступенчатый процесс преображения вашего ума и изменения вашего мозга. Если вы хотите очищать разум по ходу жизни, у доктора Лив есть для вас план. 21 день детоксикации мозга — это онлайн-программа, которая поможет вам включить свой мозг за 7-10 минут в день. Узнайте о том, как заменить токсичные мысли здоровыми. Контролируйте негативное давление, плохие привычки. Держите под контролем волнение и напряжение. Преодолейте депрессию. Просто станьте здоровее. Посмотрите, как 7-10 минут здорового мышления в день сделают вас счастливее, здоровее и умнее. Мы контролируем наш мозг, а не мозг контролирует нас. Заходите на сайт докторлив.ком мы говорили о том, что стресс буквально приводит к поражению мозга. Мы вызываем эти повреждения каждый раз, когда обдумываем ядовитые мысли и подвергаем свое тело негативному стрессу. Есть хороший стресс, который помогает, пока вы думаете и принимаете решение. Но негативный стресс это вторая и третья стадия стресса, когда мы принимаем токсичные решения. Нужно понять, что мысли необходимо пленять в послушании Иисусу Христу. Нужно обновить свое мышление, как об этом сказано в послании к римлянам. 12.2 Избавившись от ядовитых мыслей, мы уменьшим риск болезней. Позвольте, я помолюсь. Господь Иисус, я молюсь, чтобы мы осознали, что принимая токсичные решения, мы подвергаем свое тело стрессу. Я молюсь об осознании, что мы можем это изменить. Мы не жертвы своей биологии, мы сами сделаны для выбора. Но мы можем признать это, попросить прощения и избавиться от ядовитого выбора. Спасибо, Господь, что касаешься каждого человека на этой неделе и помогаешь и направляешь к пониманию того, что токсичные мысли приводят к негативному стрессу. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что были со мной. Я доктор Кэролайн Лив, и я вдохновляю вас взять стрессовые реакции под контроль. Продолжение следует...